МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как избежать этих неприятных последствий, узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Лилия Валерьевна Доронина, исполняющая обязанности заведующей амбулаторно-поликлиническим офтальмологическим отделением Владивостокского клиника-диагностического центра. Здравствуйте. Здравствуйте. Я уже немного озвучила статистику в начале программы, но тем не менее мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, какова ситуация в городе и в крае. Ну, что мы имеем в виду? Глаза — это такой орган, через который мы воспринимаем большее количество информации. То есть практически 90% всей информации у нас идёт через наш орган зрения. Но, к сожалению, сами цифры статистики говорят о печальном состоянии наших глаз у наших деток. Допустим, считается, что уже у каждого 20-го дошкольника у нас в крае имеются проблемы и нарушения со стороны органа зрения. В России наблюдаются такие показатели. Допустим, близорукость уже встречается у 40-50% детей в возрасте до 15 лет. Дальнозоркость встречается у 6% детишек. А такое понятие, как астигматизм, у 30% детей с нарушением зрения. Ну и, к сожалению, нельзя не отметить, что эти показатели только с каждым годом у нас увеличиваются. Вот Вы сказали уже с 15 лет. То есть потеря зрения или вообще проблемы со зрением, получается, молодеют? Да, проблемы со зрением молодеют. То есть начинаются они далеко-далеко, ещё, как говорится, во внутриутробном состоянии, когда ещё малыш только готовится появиться на свет. И когда какие-то факторы негативные уже влияют на развитие нашей зрительной системы и нашего зрительного анализатора. Родители в этом случае должны очень внимательно присматриваться к своим деткам, к своему малышу. Допустим, если этот ребёнок ещё маленький совсем, да, лежит в кроватке, он не может ничего сказать, не может пожаловаться. Допустим, если у ребёнка простудное заболевание, тот же насморк, да, чихание, там, кашляет ребёнок, мы сразу видим, что с ребёнком что-то не так, что ребёнок, да, заболел. А когда проблемы начинаются с глазами или со зрением, то малыш об этом сказать не может. Но родители, внимательные родители, конечно, могут уже заметить, что что-то с ребёнком не так. Допустим, у малыша зрение такое какое-то вялое, непонятное, тусклое. Малыш не реагирует на игрушки, не реагирует на взрослого, который к нему подходит. Старается повернуть голову в ту сторону, где стоит взрослый человек. То есть не взгляд, как в норме должен ребёнок, глазки перевести, да, а поворачивает полностью головку свою. Вот трёт глазки, слезятся у него глаза постоянно. В более старшем возрасте, допустим, родители могут заметить у ребёнка, что он низко наклоняется над партой там или над столом, приближает к себе, опять же, свои любимые гаджеты, да, те же самые телефоны, планшеты, там, смартфоны, близко к лицу прижимает, ну, подносит, вернее. Вот, опять же, щурится, тянется за каким-то удалённым предметом, а дотянувшись, допустим, взяв его в руки, теряет к нему интерес. И вот такие ситуации, они, конечно же, заметны, и вовремя на них надо обращать внимание родителям. Хочется поговорить, конечно же, и о причинах. Вот, например, как у нас раньше было принято, да, много читала в детстве, поэтому зрение плохое. Сегодня к чтению даже скорее заменило чтение использование гаджетов различных. Может быть, конечно, кто-то, ну, в том числе, с них и читают, и с ними дети играют и так далее, и так далее, и так далее. Вот, действительно, влияет ли это отрицательно на зрение, так ли это? Ну, то, что касается причин, конечно, их множество. Во-первых, тут стоит винить наследственный фактор. Начнём с самой такой главной и первой причины. Почему? Потому что, ну, всем это известно, что в семье, где оба родители, допустим, близоруки, да, или есть какие-то проблемы в нарушении зрения, то ребёнок этот тоже склонен к таким же заболеваниям зрения, как и у родителей. Даже в процентном соотношении можно сказать так. Допустим, если у мамы и у папы 50%, да, если, вернее, зрение плохое и у мамы, и у папы, то у ребёнка в 50% будет нарушение зрения. То есть тут прям вот статистика это показывает чётко. Если, допустим, кто-то, один из родителей имеет проблемы со зрением, то примерно в 25% случаев ребёнок будет иметь те или иные нарушения в зрении. Вот поэтому этот фактор, естественно, не исключается. Дальше это то, что, да, как вы сказали, наш век компьютеризирован, то есть в школах там везде, домой, да, внедрились такие составляющие, как компьютер, телефоны, смартфоны, планшеты. И родители очень часто дают ребёнку с ними просто поиграть. Но хочется сразу сказать, что ничего страшнее в мире цивилизованном не придумано, как этот телефон. Даже не компьютер, даже не планшет, а этот телефон. Это тот маленький экранчик с какими-то постоянно мерцающими, бегающими картинками, где ребёнок постоянно в нём участвует, да, в этих играх. Зрение постоянно у него в этом смартфоне, в телефоне. Ребёнок устает, психует, нервничает, и глаза, естественно, тоже у него устают. И причём мы же видим, что дети с этими телефонами не расстаются. То есть они с ними везде, и в школе, и дома, и в машине, пока там родители их везут до дома, или в автобусе, в транспорте. Поэтому это вот самый такой главный сейчас бич нашего зрения. Что касается компьютера или телевизора, или планшета, всё это можно. То есть, естественно, в допустимых пределах можно даже сразу их оговорить. Допустим, нежелательно детям до двух лет вообще давать какие-то в руки, даже включать телевизор не рекомендуется, не говоря там уже о компьютерах, да, или о каких-то планшетах. Почему? Ну в этом возрасте ребёнок обычно он ещё не осознаёт то, что он видит на экране. Даже порой не понимает те игры, которые им закачаны там в компьютер или в планшет. Поэтому лучше до двух лет ребёночка ограничить от этих гаджетов. Вот. А деткам уже более старшего возраста, допустим, с трёх лет, конечно же, можно и мультики показывать там, и какие-то передачи с ним вместе смотреть. Потому что понятно, что ребёнок должен развиваться, ребёнок должен владеть всеми этими информациями. Вот. И поэтому можно. Ну, ребёнку, допустим, в три годика разрешается только полчаса в день заниматься на компьютере. Ну или планшет, я имею в виду все вот эти современные наши гаджеты. Вот. В возрасте, допустим, с четырёх уже до семи лет, конечно же, можно больше ребёночку заниматься на компьютере в 45 минут, 50 минут. Ну, желательно делать небольшие перерывы. Допустим, 20 минут посмотрел мультфильм там или почитал какую-то книжку интересную. Потом, естественно, минут 10 надо отдохнуть. Потом можно ещё позаниматься. Ну, а более старшим детям, конечно, это уже по 15 годам там и старше, то полтора-два часа можно также заниматься и нужно, да, читать, владеть всей информацией. Ну, опять же, с условиями перерыва. Поэтому вот то, что касается современных наших гаджетов. Дальше. Немаловажная причина в снижении зрения — это, конечно же, малоподвижный образ жизни. Дети, мы сейчас видим, перестали гулять на улице, чем-то заниматься. Ну, опять же, с чем это связано? С вышесказанным. Да, сидят в компьютерах, сидят в школе, потом приходят, делают уроки, информации много, а потом их ещё ведут на какие-то дополнительные занятия, опять же, может быть, связанные с какими-то нагрузками на зрение. Те же языки сейчас модно, да, детям изучать, ну и другие какие-то специальности. Вот. Поэтому малоподвижный образ жизни, вот это статическое постоянное положение ребёнка, нарушение тут идёт и кровообращение ещё, помимо того, что ухудшается зрение. Конечно же, тут складывается несколько факторов, то есть нарушается питание и головного мозга, и шейного отдела, и глаза тоже, естественно, страдают. Вот. Нерациональное питание. Тоже этому стоит уделять внимание. Это тоже как один из факторов развития близорукости, там, или дальнозоркости, или других каких-то проблем со зрением. Матология сетчатки сейчас, кстати, вот нарушение питания очень часто связывает с причинами появления заболеваний на сетчатой оболочке, так называемом, глаза, сетчатке глаза. А можно чуть подробнее на этом вопросе остановиться? Вот. Какое питание отрицательно влияет и какие продукты лучше употреблять, кстати, для зрения? Вот. Значит, ну, во-первых, оно должно быть сбалансированным и как можно разнообразным. То есть обязательно, конечно, должны быть мясные продукты. Это мясо, печень, курятина, крольчатина. То есть вот такие легкоусвояемые можно ребёнку продукты менять их постоянно в рационе. Овощи должны присутствовать обязательно. В сыром виде. В сыром виде. Да, нет. Ну, почему? Можно в любом, в принципе, в варёном, но они должны быть разнообразные, полезные. Упор можно делать на зелёные овощи, это вот салаты, шпинаты наши, да. То есть там много содержится различных микроэлементов и витаминов, те, которые укрепляют именно сосудистую оболочку глаза и улучшают её кровообращение. Про молочные продукты нельзя забывать. То есть это и творог, и кефир, ну, или различные какие-то, может быть, родители будут блюда готовить из этих продуктов. Ну, они должны обязательно присутствовать в рационе питания ребёнка. Что касается каких-то дополнительных, да, витаминных добавок, то да, всё это можно. Опять же, и врачи, да, советуют на приёмах родителям принимать какие-то витамины и добавки. Но они должны быть поливитаминные. То есть надо учитывать, чтобы там обязательно содержались такие витамины, как А, В, витамины группы прям В, там и В1 были, и В6, и В12 витаминки. То есть кальций обязательно был. И такие микроэлементы, особенно, которые важны для зрения, это цинк, селен и магний. Они также вот важны для зрения. То есть интересно, да, то, что питание тоже действительно влияет на зрение, как и на весь организм. Как-то никогда не задумываешься просто об этом, а вот неправильное может повлиять. Ну, соответственно, нельзя всё, что вредно, да, организму человека. Да, ну, конечно, это всё изжарено, опять же, острое туда же. То есть не надо к этому ребёнку приучать. То есть с возрастом он там сам примет уже приоритеты свои какие-то вкусовые. Но на более раннем возрасте всё-таки надо поддерживаться здорового питания, чтобы было. Какие виды проблем со зрением чаще всё-таки встречаются у детей? Есть ли такой, может быть, какой-то, который отдельно преобладает над другими? Ну, часто, конечно, это близорукость. Близорукость, она же миопия, да, по-научному миопия в народе близорукость. Это когда ребёнок вблизи видит хорошо всё, а вдаль плохо видит. Вот это наиболее распространённое такое заболевание. И оно практически даже выходит на первое место по инвалидности по заболеваниям детского зрения. Именно близорукость у нас стоит на первом месте. Вот на втором месте это идёт патология глазодвигательного аппарата. Это косоглазие, различные виды амблиопии. Амблиопия — это так называемый ленивый глаз. То есть мозг не составил ту картинку, которая нужна ребёнку в дальнейшем, чтобы ребёнок мог бинокулярно видеть, чтобы создавать какие-то образы правильные. Один глазик, допустим, или оба выключаются из этой деятельности. И эта патология называется амблиопия. И она часто сопутствует и косоглазию. Когда мы видим, что один глазик у ребёнка отходит в сторону, наружу, например, или наоборот, вовнутрь. Ну и дальше это дальнозоркость, ещё так называемая гиперметропия. То есть это заболевание то, которое стоит у нас на третьем месте. Но чаще это близорукость. Ну, что касается лечения, да, вот если… Да, хотелось бы спросить о возможности излечения полного в детском возрасте и вообще о методах лечения современного. Да, ну немножко хочу ещё сказать, может быть, о таком вопросе, когда именно нужно перевести ребёнка к офтальмологу. Да, что сначала врач должен всё-таки ребёнка посмотреть, поставить диагноз, потом уже мы начинаем лечение. Поэтому, конечно же, вот в возрасте трёх месяцев ребёнок должен обязательно показаться врачу-офтальмологу. То есть три месяца родители его приводят на приём. Что тут врач видит? Тут, конечно, исключаются в первую очередь это врождённые заболевания, врождённая катаракта, это может быть врождённая глаукома, опухоль сетчатки, вот ретинобластома, может быть, слышали о такой. Вот различные другие какие-то патологии, ретинопатия недоношенных в частности. Сейчас вот деток очень много рождается недоношенными, да. Мы их выхаживаем, построен целый перинатальный центр, где эти детки у нас находятся. То есть это очень хорошо, но проблемы есть, поэтому надо таких деток тоже наблюдать и показывать. Атрофия зрительного нерва. То есть вот в три месяца мы можем выявить вот такие грубые нарушения. Широкий спектр достаточно уже. Да, по крайней мере врождённые такие проблемы, с которыми дальше будем бороться. Следующий возраст, когда нужно ребёнка показать детскому специалисту, в частности детскому врачу-офтальмологу, это 6 месяцев. 6 месяцев, потом 1 годик. Здесь уже врач может оценить, что у ребёнка. Близорукость врождённая там или дальнозоркость есть. Есть ли какие-то другие виды нарушения, тоже там косоглазие или амблиопия, вот как я сказала, да, ленивый глаз. И даже уже с этого возраста, с возраста 1 года врач может ребёнку назначить лечение. Это очки. То есть этого не стоит пугаться. Это обязательная процедура для того, чтобы сохранить и вылечить ребёнка. Впоследствии зрение сохранить. Да, и чтобы зрение сохранить, даже можно его восстановить до 100%. Ну, при правильном, конечно, отношении родителей и врачей к этой проблеме. Лилия Валерьевна, давайте сейчас прервёмся на небольшую паузу. Мы продолжим наш разговор после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Лилия Валерьевна, мы остановились на том, что необходимо в случае каких-то нарушений, даже первых, пусть детских, носить очки. И впоследствии это поможет ребёнку сохранить зрение, а можно даже и вылечить какие-то имеющиеся проблемы. Давайте продолжим эту тему. Я знаю, что есть ещё что сказать по этому вопросу. Да, конечно же. Врач вам прописал очки. Значит, во-первых, не стоит этого пугаться. Нужно прислушиваться к рекомендациям вашего врача-офтальмолога. И что ещё хочется подметить, такое, что всё-таки не просто очки, а правильно выписанные очки именно на приёме детским врачом-офтальмологом. Только те очки вам, как говорится, вылечат вам и помогут. Потому что сейчас существует, не буду грешить и говорить, но много всяких оптик и других каких-то частных кабинетов, где готовы выписать эти очки. Но должен всё-таки это сделать на приёме врач-офтальмолог, тщательно посмотрев ребёнка. Допустим, считается, что у близоруких детей, те, которые пользуются очками и вдаль, и вблизи, то есть как положено, то риск прогрессирования близорукости останавливается, и ребёнок в дальнейшем видит либо на том уровне, с которым он пришёл, либо немножко может зрение даже и улучшиться. А по статистике замечено, те дети, которые пользуются, допустим, очками только для дали или только для близи, допустим, выборочно, то риск развития близорукости увеличивается в 1,7 раза. А те дети, которые игнорируют вообще ношение очков, риск развития близорукости возрастает до 2,6 раза. И мы видим такую тенденцию, что почему ещё близорукость у нас прогрессирует, допустим, в 15 лет, а у ребёнка уже высокая степень близорукости, минус 6 там и выше. Это из-за того, что неправильное ношение очков, не вовремя консультация, лечение у специалистов и где-то вот погрешности в ношении этих очков. Допустим, у дальнозорких тоже. Дети у нас вообще все рождаются с дальнозоркостью, да, и они не нуждаются, правда, в коррекции. То есть в коррекции нуждаются уже детки, которые действительно имеют патологическую дальнозоркость и зрение у них больше, плюс, допустим, 2,5 диоптриев. Тогда врач выпишет вам очки и назначит вам ещё какое-то консервативное лечение. Лечение это обычно проходит в кабинетах охраны зрения детей. Вот в нашем учреждении, да, есть такой кабинет охраны зрения детей, где работают уже с большим опытом врачи-офтальмологи, и детки занимаются на специальных приборах. Это и синоптофоры, и маколотестер, там различные компьютерные программы. Страшные названия. Да, тот же компьютер у нас тоже присутствует, кажется, у офтальмологов, но у нас есть компьютер, и там есть специальные детские программы, где ребёнок садится и именно занимается на этом компьютере. Всё это также способствует восстановлению зрения. А можно спросить также, сегодня очень распространены контактные линзы. Слышала такое мнение, не знаю, объективно оно или нет, что если человек постоянно длительное время их носит, то его зрение ухудшается. Может быть, некоторые родители детям вместо очков хотят купить линзы. Вообще можно ли это делать, и так ли это, правдиво ли это мнение? Нет, можно, конечно. Линзы можно носить. То есть здесь зависит от уровня подготовки и родителя, и ребёнка, к ношению контактной коррекции. То есть можно, в принципе, вообще с любого возраста носить контактные линзы. То есть если мамочка будет хорошо ухаживать за ними, и ребёнок будет спокойно к этому относиться, можно. Существуют же также ещё и специальные лечебные линзы, допустим, ортокератологические. Может быть, многие слышали, это такие ночные линзочки. Линза на ночь одевается, а днём ребёнок утром снимает, а днём ходит без очков. Но это специальные линзы, которые тоже подбирает врач и рекомендует врач эти линзы. Вот. Потом линзы с чем удобны? Во-первых, ребёнок активный образ жизни может в них вести, заниматься спортом, да. Девочкой, допустим, может не стесняться. Да, не все просто любят очки, дети. Да, что очки в очках. Да, девочки могут не стесняться, спокойно обращаться в коллективе своём, не нося очков. Поэтому всё это можно, в любом возрасте это можно. И опять же, тоже есть лечебные линзы, допустим, чтобы не носить наклеечки, которые мы видим часто. Детки ходят у нас в очках с наклеечками. Да, что это такое? Это вот тот случай, в который я уже до этого говорила, амблиопия, ленивый глаз. Один глаз ленивый, другой у нас хороший. И мы наоборот, хороший глазик закрываем специальным окклюдером. Такая вот повязочка на глаз делается, да. А ленивый глаз заставляем работать. Вот для этой цели применяются вот такие специальные очки. Ну, можно и контактную линзу. То есть зрение выправляется, да? Зрение выправляется, да. То есть здесь надо терпение родителей, здесь, конечно, наблюдение обязательно надо. И постоянное ношение, и постоянные занятия. То есть это специальный комплекс вот таких мероприятий. Поэтому всё возможно. Может быть, существуют какие-то, я не знаю, профилактические зарядки для глаз. Не только для тех, у кого уже есть проблемы со зрением. Потому что, как Вы сказали, сегодня выше. Действительно, мы сегодня очень много времени проводим и с телефоном, и взрослые, и дети, неважно. Дети смотрят на своих родителей, делают точно так же. Это и телевизор, и очень много факторов, которые влияют, конечно, на наши глаза. Вот, может быть, какие-то профилактические методы есть для всех универсальные? Вы о них расскажете. Я не знаю, элементарные какие-то. Ну, элементарная профилактика, да. Скажу, конечно. Во-первых, не надо ребёнка заставлять с пелёнок учиться, да. Учиться писать, читать. То есть, ну, как говорится, пословица «всему своё время». Сейчас многим ребятишкам понравится Ваш совет. Не, ну, я имею в виду совсем со всех маленьких. Не надо их заставлять там на все кружки в мире водить, какие только возможны. Или в чём не реализовали себя родители, допустим, в том они хотят реализовать своего ребёнка и нагрузить. То есть, этого делать нельзя. Дальше. Во-первых, больше находиться на свежем воздухе. Да, то есть, мы уже этот вопрос затрагивались. Если в течение недели, понятно, что все мы заняты, родителям некогда, детки тоже у нас то в школах, то в садиках. Ну, хотя бы выходные дни посвящать своему ребёнку, вывозить их на природу, куда-то в лес, в парке там, гулять, наблюдать. Да даже сходить на какую-то выставку, может быть, картин. Да, это приятнее и полезнее, допустим. И глазки отдохнут, и впечатление кучу ребёнок получит. Рацион питания. Мы уже сказали, я не буду повторяться. Правильное освещение. То есть, освещение должно быть… Во-первых, комната всегда должна быть освещена. То есть, если это яркий, солнечный какой-то там фон, то можно притенить немножечко там шторами или жалюзами, да, допустим. А если, наоборот, не хватает света, то должна быть обязательно лампочка на столе. У левши она с правой стороны, да, у правши с левой стороны. Опять же, лампочка не должна быть яркой и не должна бить ребёнку в глаза. То есть, где-то до 60 Вт такую лампу достаточно иметь ребёнку. Дальше. Значит, во-первых, что ещё хочется сказать? Это ношение солнцезащитных очков. То есть, особенно в яркий солнечный день вредный фактор, мы знаем, это ультрафиолет, который влияет на сетчатку глаза, да. То есть, он не может там исправить близорукость или дальнозонку. Но на сетчатку глаза может подействовать, вызвать проблемы. Поэтому ношение солнцезащитных очков обязательно. Ну а если это, конечно, маленький ребёнок, то обязательно должна быть какая-то кепочка с полями, да, с широкими. Или у девочки панамочка какая-то. Но обязательно глаза вот должны прикрыты быть от солнечного света. Потом ещё хочется сказать, что, во-первых, детки должны наблюдаться, вот как положено, да, у врача-офтальмолога. Ну и это моё, конечно, мнение, но так как я уже какой-то большой всё-таки опыт имею в вопросах офтальмологии, поэтому лучше всего наблюдаться у одного специалиста. Вот от нуля, как говорится, от рождения и до выхода во взрослую жизнь желательно, чтобы на вас наблюдал один врач-офтальмолог и давал вам рекомендации. И как раз он может и проследить за ростом вашего ребёнка, за какими-то прогрессиями ваших проблем, да, зрительных, и вовремя это всё остановить. Как часто для профилактики необходимо посещать от тальмолога? Ну, смотрите, значит, те возраст, которые необходимы, я вам уже сказала, да, то есть это 3 месяца, 6 месяцев, 1 годик. Потом ребёнка нужно привести обязательно в 3 года перед посещением, перед, вернее, поступлением в школу. Это 6 и 7 лет, это вот такие вот декретированные сроки, когда ребёнок должен осматриваться. Ну, допустим, если вот до 3 лет проблем со зрением у ребёнка нет, и врач посмотрел, всё хорошо, то желательно, чтобы ребёнок показывался врачу-офтальмологу один раз в год, то есть ежегодно. Ну, а если, конечно, проблемы, то уже на усмотрение доктора рекомендации все слушать врача. Лилия Валерьевна, нам уже пора заканчивать. Спасибо вам огромное за ваши советы, за то, что вы помогаете деткам лучше видеть наш мир. Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова